Мы с вами в Покровском монастыре. Это женский монастырь. Раньше это был мужской монастырь. И основан он был в праздник Покрова Богородицы Михаила Федоровича ароматного в честь и память о своем отце и артифиларите. Это было в 1655 году. Была построена колокольня трехъярусная 30-метровая. Вот эта красавица. Покровский храм. Однокупольный. Мы с вами, дорогие зрители, на территории парка, бывшего парка Таганского. А теперь это территория московского Покровского монастыря. А вот западная его часть самого главного храма Воскресения Славущего. Он как корабль плывет с запада на восток. И вот мы стоим в западной части. Вот эта часть была территорией парка. Но это было недолго. В 1929 году, когда монастырь упроснили, крамы закрыли, то здесь был парк. Собственно, сам парк остался вот там. За оградой. Там спортивное сооружение, стадион. А вот такая красивейшая часть. Ухоженная. Просто изумительно. Здесь белки упрыгают. Птицы поют весной. Все в цветах. Розарии. Просто прекрасно. Здесь очень вкусная монастырская трапезная. Мы с вами покидаем эту территорию. Посмотрим еще раз на храм. Полюбуемся. Творением. Это здание было отстроено уже после войны с Наполеоном, когда в 1819 году здесь в монастыре засел французский генерал. Со своей свитой. А после отхода французов из Москвы колокольню взорвали. Храмы все порушили. Вот так точнее. От храма осталась одна стена. Храм полностью установили в 1855 году. Вот такой он величественный, прекрасный храм. 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 Храм.